друзья всем привет продолжаем играть стэшанерс давай загрузимся и я покажу что дело на запись но к сожалению не пошло это выпуск потому что потому что вот потому в общем как обычно хочешь как лучше а получается как всегда поэтому покажу что мы там делали но получается что без вас вот но зато еще показать еще рассказать поэтому давайте мы как бы с этого и начнем занимались мы тем что поставили вот эти фильтры да и на этом серия закончилась и к сожалению смотрите вот сколько всего да я вот так вот бегло так сейчас вот покажу вот это вот все мы делали на записи и часть я делал не на запись и чтобы сразу как бы объяснить что где давайте поехали значит вот эта труба она будет идти его здесь будет сборочный цех где будем все творить сверлить и так далее в общем здесь идут газы вот этой вот трубе 10 сразу манометра чтобы видно было откачиваем и насосом все это дело и еще скорее всего вот эта же труба будет фильтроваться из нашего жилого помещения то есть все будет уходить в эту трубу также то есть это не только то есть это общая труба как бы да вот она отсюда идет вот и да вот все это загоняется сюда можно видеть здесь вот ничего нет я здесь уже подключил электронику эта труба у нас получается резерв там еще не сделал это у нас откачка из этого я уже проект показывал это у нас пойдет дальше труба на охлаждение стоит фильтр фильтр который разделяет вот эту трубу общую вот вот этой магистрали и перекачивает из вот этой трубы в основной баллон токсины и летучее вещество то есть этот сам водород кстати почему то его здесь водород не обзывает а именно как летучее вещество переварили переводится в общем здесь дальше идет у нас углекислый газ то есть это также выкачивает углекислый газ уже непосредственно из этой магистрали то есть общего баллона ведь здесь вход здесь west и уже пошел сюда вот в этот вот отсек co2 то есть это чистит это выкачивает из этого баллона co2 и вот этот фильтр у нас выкачивает из этого же баллона кислород и азот все это выкачивается вот в эту магистраль которая идет у нас в баллон атмосферы то есть этот беленький атмосферный баллон он у нас вот этой магистралью регулируется то есть вот эти три фильтра непосредственно отделяет всякую гадость от атмосферы вот то же самое если превышает норму кстати раньше она была 10 133 килопаскаля сейчас увеличили я не знаю сколько 100 литров раньше выдерживал вот эта труба сейчас может быть что-то поменяли пишите в комментариях кто проверял потому что крутится дальше регулятор обратного можно накрутить еще больше то есть по трубе не факт что он будет ну как бы он в любом случае будет работать если превысится уже вот это значение поэтому как бы тут опаски никакой нет в этом регуляторе с этой частью с атмосферной мы закончили что и идем дальше здесь у нас также как из вот этого всего гадости мы выделяем токсины которые нам в принципе не нужны но на всякий случай я поставил здесь маленький баллончик я уже об этом говорил какой-то серии и мы здесь будем закачивать на jetpack на космический jetpack просто эти маленькие баллоны если нам это не нужно да вот видите здесь вентиль то есть включили фильтр открыли вентиль и у нас все улетела через пассивку вот это мы очистим вот этот вот от иксов кстати надо будет обязательно сделать вывести все дисплейчики по каждому баллону где какие пропорции у нас вот если не нужно нам выкидывать то мы открываем вентиль сюда все это закачивается в баллон все это видно и если при необходимости мы тут также станут и на пятерочку поставил вот мы закачиваем сюда газовый баллончик как бы вот такие вот у нас дела по умолчанию наверное пусть пока что сначала в любом случае мы можем это продуть то есть даже если нам это не нужно мы открываем этот вентиль открываем этот вентиль из за секунду все улетает в космос просто поэтому как бы пока будем собирать на такси пусть они отдельно собираются вот идем дальше идет общая опять труба и здесь у нас водород водород который естественно качается трубы все я специально про цветом выделил чтобы ну первых вам понятнее объяснить но и наглядно видно но и мне не запутаться потому что когда все это желтенькое глаз немножко теряется а так как бы царает водород труба вот здесь общая магистраль опять же это для чистки если мне не нужно здесь я открываю клапан и вытаскиваю отсюда регулятором все содержимое вот этого баллона если мне вдруг не нужно если мне нужно очистить также почему я здесь поставил регулятор потому что если вдруг мне надо вот эту трубу очистить вот это все который туда же ведет то тоже самое здесь я закрыл этот баллон не трогается а вот эту трубу я взял и прочистил опять все в общий баллон как бы слил то есть это как бы обратные клапаны которые очень даже нужны если нет то открыл и все пошло как бы объединилась и это у нас водород чистый водород и он пошел по вот этой трубе по трубе и до вот этого смесителя пока что я сделал через смеситель я знаю что можно сделать через регуляторы давления и через схему логики и процентное соотношение из баллона там подмешивать но пока что я пришел простым путем как бы почему бы не пользоваться тем что есть в игре использовать газовый смеситель это у нас газовый смеситель здесь у нас входит 1 то есть чего больше это у нас водород водород он должен быть 66 на 34 такая пропорция по крайней мере в газовой горелке можно делать разные пропорции можно делать там 70 на 30 я делал даже соотношение больше кислорода там получается уже этот фиолетовый по моему пламя ну короче говоря можно разные смеси делать но сам факт что здесь у нас водород идет отсюда у нас поступает кислород тем более здесь вот стоит вот такой вентиль если я его открываю то у нас вот это вся труба вот кислородная она также улетает смешиваясь с водородом и туда можно ее чистить продувать обратно в общую трубу то есть если нам надо вдруг и вот эту трубу прочистить то мы ее просто смешиваем с вот это если нам надо ее продуть через вот этот клапан тоже обратный поставил регулятор мы открываем и продуваем отсюда загоняя кислород обратно в кислородную то есть если нам надо отсюда кислород выкачать вы из вот этой трубы там что-то с фильтром сделать мы просто открываем и закачиваем обратно все вот кстати баллон я сначала поставил а потом подумал нервонет ли он если тут будет что смешиваться ну ладно посмотрим почему поставил баллон потому что здесь есть вот такая вот штука и сюда можно загружать маленький баллончик но что-то я потом подумал наверное зря потому как здесь разные давления и он будет смешивать по идее 50 на 50 вроде бы раньше он так всегда объединял и может бахнуть но это мы протестируем сейчас газов в любом случае нет поэтому мы как бы все проверяем вот что касательно далее здесь вот сказал да кислородик идет что по кислороду кислородные точнее атмосферное это не кислород это атмосферный баллон вот он делится на три газа азот углекислый и кислород и отдельно стоит фильтр на кислород этот кислород мы поступ кидаем на смеситель чтобы делать эту горючку и также мы отсюда вот вот этим клапаном вот он уже готов мы можем ну можно его как бы вверх поставить но сам факт что он есть отсюда можем тянуть дальше отдельно кислород на куда-нибудь там не знаю на слиперы и так далее либо просто мы берем отсюда трубу в любом случае она уже атмосферная и тащим ее куда-нибудь вот по этой стенке дальше на жилые отсеки то есть в любом случае у нас есть куда идти а вот это регулятор вот этого кстати можно даже этим регулятором и давлением поддерживать в жилых комплексах выкидывая все до откачку мы можем делать в общей магистрали вот в ту если что-то надо откачать я не знаю проду будет успевать фильтры накачивать нам но это мы будем все тестировать в любом случае сначала мы будем делать после вот этой всей фигни как закончим с газами будем делать производственный цех а потом будем заниматься ботаникой то есть ботаника в первую очередь а потом только где мы живем потому что ботаника более важная часть хотя мы живем по сути я отключил голод и но все равно во первых ботаника атмосферу дает потому что производит кислород и потребляет у нас углекислый ну короче говоря ботаника первостепенно вот отсюда мы можем уже тянуть на жилые комплексы здесь откачка на баллон здесь фильтрация сюда что касательно вот этой штуки сейчас расскажу сначала мы с водичкой разберемся водичка естественно идет из общего до водичка и пошла на водичку с водой все просто водичка также перекрывается если надо и откачивается в баллончик для воды на всякий случай если вдруг нам надо знаете такие переносные есть штуки и там надо вот баллончики можно вставлять вот на всякий случай в водичка у нас одни отдельным баллоном кстати нужно будет я вот только недавно это понял что помимо вот этой фигни можно сделать такую же вот эту штуку и заряжать баллоны кислородом причем сделать это идеальное вот отсюда сюда поставить стойку здесь регулятор и мы наверное сейчас этим займемся но сначала я расскажу что мы тут делали дальше идет значит вода на электролайзер электролайзер у нас соответственно качает из воды делает топливо поэтому я топливо объединил фиолетовый чтобы не путаться сожалению другого я как бы не нашел цвета чтобы более-менее понимать хотя фиолетовый тут не очень красивый естественно есть просто баллон топливный вот он тоже также закачивается можно кстати сразу накрутитесь примерно там тысячи три чтобы топливный баллон у нас был для горелки там еще для всякой нужны вот это у нас для топливного баллона естественно он у нас берется из электролайзера здесь можно следить за этой всей фигней и отдельно подается на это топливный как бы труба топливная на газовый электродвигатель электрогенератор точнее вот а вы вы выводит электрогенератор также шлаковая труба под подсоединена то есть общая магистраль то есть он будет выдавать какие-то газы обратно по-моему там очень много co2 дает часть топлива возвращает и азот вот если я не ошибаюсь или токсины что-то там точно есть либо токсины либо азот что-то какие-то три газа он дает вот я знаю точно что он выделяет углекислый газ это причем в больших количествах достаточно поэтому нужная штука где также поставлю тот же анализатор чтобы считывать сколько он будет давать по поводу электроники здесь вентиляция чтобы закачивать сюда водичку мы будем наполнять это водой вот атмосферу делать в водную такую лампочка будет гореть когда будет работать вот этот вот электрогенератор наполнять мы будем водичкой водичка будет естественно идти сюда один раз наполнит вот скачивать скорее всего блин а это у нас будет переключаться мы наверное еще должны одну тогда вентиляцию поставить вот что-то я про это не подумал как мы будем выкачивать отсюда воду или не надо ее выкачивать она будет только накачиваться в любом случае датчик чтобы регулировать что-то как для электроники обогреватель соответственно чтобы водичку эту нагревать потому что он работает видите вот давление 20 кп и температура 278 кельвинов на 328 это сколько-то там градусов я не помню вот и дальше идет как я уже говорил электровентиль через пассивку он будет забирать часть конечно я тут немного перестарался здесь также у нас идет манометр чтобы видеть сколько чего давления и перестарался и что-то там в бахал аж очень-очень много вот этих вот всех штук и я что-то думаю так подумал что если я до конца достроить здесь столько литров уйдет в каждой вот этой трубе что у нас воды столько не хватит но охлаждать это дура будет будь здоров потому что общие магистрали здесь вот такие вот вилочка идет и там дальше можно еще закруглять здесь в любом случае вот эта труба нам хватит чтобы охлаждать вообще все единственное что я вот думал что если сделать так что ее прочищать и охлаждать ей если не используется электрогенератор например че-то другое охлаждать то есть ее использовать как два разных ну как бы многозадачность чтобы у нее появилась вот это надо обдумать но это в любом случае с вот этой вот частью мы будем еще долго играться потому что это надо все подобрение выставлять здесь еще нет никакой автоматизации здесь все вручную то есть каждая фильтр нужно включить ручками здесь нужно еще делать отдельные включатели на все фильтры ставить автоматику чтобы они нас считывалось вот этой вот анализатора сколько здесь процентов тому к примеру таксины есть ли или волотайл из и сразу включал вот этот фильтр то есть с автоматизации здесь еще работать и работать А в такой вот черновой вариант у нас как бы весь готов. Вот так вот он выглядит. Компактнее сделать я уже и не смог, потому что... Не, ну можно было как бы вот этот фильтр куда-то вот сюда поставить. Может быть, его есть смысл вот сюда поставить. Как-то трубы поэкономнее уйдут. Вот здесь просто мы разосрались. А здесь бы тогда сделать лесенку вот отсюда. И на второй этаж. Я уже говорил, в комментарии там отписал, что мне предложили сделать здесь коридор и под атмосферу. Я уже думал об этом. Видите, мы получается все равно выходим на одну полоску, как бы она не занята. Если здесь сделать все под стекло, то есть вот эта часть, нам не нужна атмосфера. Ну кроме как подошел и вытащил там, да, ну можно двери сделать. Ну как бы все равно придется шлюз сделать. Но сам факт того, что можно сделать вот этот коридор, вот этот вот крестообразный, под атмосферу. Либо, я знаете, как тут подумал, даже интереснее будет. Вот, если сделать здесь лесенку, здесь у нас, видите, высокое помещение, в принципе, и хватает, чтобы сделать два этажа. Если сделать лесенку, а еще лучше лифт, где-нибудь вот здесь посередине вмочить. Ну вот этот провод я могу и кинуть поинтереснее. Лифт. На лифте мы приезжаем. И где-нибудь три на три блока, девяточку, весь под стекло. Одну только какую-то стенку мы оставим себе. Может быть даже вот эту стенку. И такой прилетел, смотришь такой, ага, и видишь, там это крутится, этот все вентится. Смотришь на все вот это вот дело. И переключатели на стене там со всеми показателями. То есть, общая такая большая комната. Ну, не большая, а в смысле комната управления вот этой вот всей богадельни. Надо как бы это обдумать. Пишите в комментариях, как вам такой, такая идейка. Будем так делать. Я пока обдумаю, где это лучше сделать, с какой стороны. Может с этой. Чтобы нам как-то все видеть. Как там что регулируется. Вот здесь даже видно поршни. Вот это мы под стекло сделаем. Будет все видно. Либо просто сделать лесенку где-нибудь. Вот это мы можем сдвинуть. Или вот отсюда лесенку пусти, здесь в принципе место есть. Вот. Залез такой на лесенку. И такие поршни. И здесь вот так можно ходить будет. Вот так вот раз и смотреть. Ну, знаете, как на заводах типа такой. Ну, не знаю, я не особо на заводах был, но... Только на автомобильном АЗЛК я был. Видел, как машинки варят, красят, собирают. Прикольно, кстати. Так, вроде все показал. Ну, давайте займемся кислородом. Да, хорош. Вот этой кислородной частью. Газов нет, но как бы вы держитесь, да? Так, беленькая есть труба. Давай, наверное, беленькой нам все равно много надо, потому что тянуть ее в основной. Так, у нас есть вот эта штука. Мы ее сейчас покрасим. И нам нужна вот эта штука. Тоже покрашенная, чтобы была. А еще нам нужен регулятор давления. Тоже одна штука. И то тоже покрасим. В смысле, ты не хочешь краситься? Айо. Баллончик, что с тобой? Ты не хочешь красить мне регулятор? Ладно, хер с тобой. Короче, берем эти штуки. Бах-бах. Сейчас сделаем нужное дело, потому что... То есть это не основное такое, где мы будем что-то заправлять. Нет. Это как бы такой газовая комната. Но здесь тоже должно быть все. Я сначала хотел здесь еще стойку для скафандра сделать, а потом думаю, нет. Стойка для скафандра все-таки лучше пусть будет в жилом помещении. А здесь мы сделаем просто как бы. Как бы просто. Чтобы оно было так. Бах. Вот сюда. Хоп. Опа. Игра. Ты че? Че там с тобой? Тебе не нравится то, что я подкрепил вот эту вот? С ума сошла что ли? Нормально все. Так, регулятор давления. Там мы, наверное, скинем, да? Обратного. Нет, мы регулятор обычного давления. Бах. Здесь у нас чистый кислородик, поэтому, в принципе, ничего страшного. Я надеюсь, там не обновление, а то, что вот у нас ломается что-то. И от сюда. И от сюда. Все. Здесь у нас чистый кислород, поэтому как бы для дыхания вполне себе вот эта стоечка нормальна. Так, вопрос, только ты покрасишься у меня регулятор или нет? Или у нас что-то багануло? А, он не хотел краситься на земле, прикинь какой? То есть он красится только где-то прикрепленный. Все, у нас есть, только осталось подсоединить. У нас есть провода отдельно? Давай. Потратим провода. Места становится все меньше. Так, это, по-моему, не стенка, да? Стенка, вот. Так, джетпак мне... О, тут даже провод идеально подходит. Можно, конечно, через верх было, но... Нет, даже через низ лучше. Так, дайте мне вот это и вот это. Триньичок, пожалуйста, мне. Все. Работает? Работает. Отлично. Мы сделали еще стойку для баллона. То есть подошел сюда такой, баллончик поставил, или просто здесь баллон уже сразу, чтобы был. Накачаем мы сюда где-то... Тысяч семь. Большой баллон поставим сейчас электрический сюда. Надо вообще все на электрический баллон переходить. Можно, в принципе, эту систему сейчас как-то разово протестировать. Ну, как бы, что ее тестировать? На самом деле, тут все, по идее, в идеале должно работать, потому что, ну, как бы, я примерно все-таки понимаю, что делаю. Вот. Отсюда я пустил одну всего лишь магистраль. Ну, вот она идет. Провод. Это единый пока что провод от батарей. Батарейки все, пока я строил, зарядились на синенькие. Так что все 30 батарей у нас заряжены. Вот. Можно сейчас, кстати, еще светом заняться здесь. И отсюда пустить на вот эту часть и вот эти подсоединить вверху, объединить. Кстати, у нас сейчас работает только вот эта стенка по батареям. Вот это у нас вообще резерв. Но с этим мы еще будем разбираться, что и как. Здесь у нас всего 200 ватт. Пока что включено, хватает нормально на вот это. А, ну что, тут одна батарейка только. Тут у нас еще ничего не работает. Там как бы фильтры, там они сами все будут включаться. Так, по поводу вот этих всех штук. В принципе, каждый баллон у нас рабочий. И каждая система из четырех, она все работает. То есть, по сути, здесь все сделано, кроме автоматической включения, выключения, автоматизации всех схем и так далее. И, наверное, перед тем, как делать автоматику, нам надо протестировать вот эту шнягу. Как она вообще. И начать, наверное, надо с двух газов. Это с кислорода. Ну, в принципе, все закидывать. Нам нужна вода, чтобы посмотреть, сколько процент дает электролайзер. Но, по-моему, он бодяжит 70 на 30. Он какую-то хорошую смесь там делал. Вот. Потому что мы его использовали в какой-то серии, когда мы делали корабль свой. Посмотрите, сколько электролайзер. Но воду он качает, будь здоров. То есть, он нам всю воду нахрен уфигачит, если мы будем электролайзером. Это он вообще резерв. Это он, по идее, не нужен. Мы будем из обычной смеси делать. Вот они, три баллончика. В принципе, этого должно более чем хватить для всяких там горючек. Я уж не стал отдельно для топлива делать большой баллон. Три маленьких хватит просто за глаза. Здесь, по сути, бы и маленьких хватило бы баллонов. Вот эти, я не знаю, сколько можно тут загружать. Просто миллиарды. Так. А нужно ли нам откачивать отсюда? Вопрос. Вообще-то нужно. Потому что, если нам что-то надо ремонтировать, а у нас тут будет вода, как мы будем это все скачивать. Я не знаю, если оно, конечно, уйдет все. Тогда нам надо автоматику ставить на вот эту вентиляцию, чтобы менять вот эти значения. Либо просто поставить вторую вентиляцию. А куда мы ее можем влепить, давай подумаем. Есть у нас еще. Так, допустим. Допустим, нам надо слить воду, да? Ага, здесь везде, везде электричество. Как бы нам так вконнектиться-то. Я здесь-то выкручивался, видите? Здесь-то он подключается. Вот эту штуку надо как-то в общую подсоединить. А это-то то, что он выдает. Я провод выкинул. Этот-то провод нельзя. Я сначала подсоединил. Так, хорошо, что не включу. А то тут все погорело. Он-то будет выдавать. И этот провод уже на зарядку батарей. И здесь где-то нам надо отдельно еще сделать батареи от него. Либо туда тянуть. Так, ну допустим. Подключиться мы можем здесь. Трубу мы можем вот так протянуть. Но сюда мы не протянем. Нам надо ее дотянуть вот до сюда. Если потом мы пойдем через верх, мы можем ее... Так, дайте пройти. Жирный. Так, если мы вот здесь выйдем, мы бы вот здесь, в принципе, вконнектились. И сделать это, ребята, можно, потому что вот этот провод мы можем пустить вот так. Кстати, здесь я закосячил и вмочил оранжевенький. Покрасил. Так, будет красный. Так, давай тогда мы сразу переделаем вот эту штуку. Вот, это срежем. Это тогда у нас отсюда уберется. Так, я оборвал? Нет, не оборвал. Вот это у нас только оборвалось или нет? Ага, вот это у нас оборвалось. Оно не работает. Так. Подключена она была к вот этой. Хорошо, сейчас мы сначала трубы кинем, а потом подумаем. Так, если вентиляцию, мы можем ее сделать вот здесь. Вот так. Спокойно прям кидается. Прям даже думать не надо. Она выкачает все, что угодно. Посередине даже ее вмочить. На откачку. Да. На откачку. Добавляем проводок. Так, работает? Работает. Ну, она правильно выдала ошибку, потому что не подключена труба. Так, а у нас есть синяя краска? Это у нас белый. А синий? Синий у нас оставалось. Синий. Так, вот она синяя. 24 хватит. В принципе, один раз покрасить и забыть. Так, где? Куда укатилась? Не стоять. Так. Здесь у нас тогда такая схема. Очень хитрая. Сюда. Сюда. Здесь мы пойдем наверх. Вот сюда. Здесь же мы сможем это сделать, правильно? Да, вполне. Ходить, правда, я тут уже не смогу. Что-то мне подсказывает, мне надо будет уже сейчас облетать весь корпус. Так, подключились. Отлично. Это у нас будет высасывалка. Что-то я забыл совсем про нее. Тогда мы сможем, сможем, сможем. Может быть, мы сможем здесь сделать. Здесь сделать так. Так, допустим, труба есть. И эта часть у нас тоже не рабочая пока. Но подключить мы ее сможем вот здесь. Подключили. И все бы ничего. Так. Все бы ничего. Если бы не вот это. Ага. В принципе, ничего страшного-то тут и нет. Газовый только передвинуть. И все. Вот сюда сейчас газовый влепим. И хрен бы с ним. Зачем нам тут газовый? Мы сейчас хитрее будем. Газовый, иди отсюда нахрен. Ты будешь вот здесь. Как раз тебе на потолке место. Здесь мы сделаем вот такую шпуньку. Все. Газовый рабочий. Так. Это, по-моему, она снимается вот этим. Нет? Вот это мы снимаем. Двигаем вниз. Вот сюда. Ага. А что нам это даст? Что бы нам это дало? Не, ну дать-то, наверное, даст. Сейчас посмотрим, как у нас тут трубы-то вообще идут. Труба. Где тут что-то было? Так. Если мы отсюда пляшем. Сложная схема, блин. Так. И сюда. Ага. А мы все равно не сможем пройти, да? Провод через эту херню не работает. Или работает? По-моему, работает через этот провод. Я вот уже давно не строил. По-моему, когда-то делали. Можно было трубы так вести. Я что-то тут проверял. Ну-ка, давай-ка. Ага. Работает. Вот видите, как гораздо проще, когда вот они сделали вот эту возможность вот так вести трубы. Напомню, что когда-то было время, что вот так провода никогда не не делали. И нельзя было сразу здесь трубу вести, а здесь провод. И с этим было столько геморроя, что вы бы знали. Потому что, когда мы делали корабль, это было изначально так. А потом мы полностью весь корабль переделывали, потому что провода решили, можно так делать. И то же самое где-то вот я тут вот здесь. Видите, как мы вели провод. Это очень, кстати, логично, потому что здесь действительно бы провод влез. Но раньше такого, повторюсь, делать нельзя было. Все, мы сделали еще раз вентиляцию. Получается, вот это у нас на закачку идет. Все, это у нас будет засасывать сюда воду. А вот это у нас на откачку идет. Работает. Просто надо ее переназначить, что это засос, это отсос. И все, водичка у нас также поступает обратно. То есть, если нам надо отсюда выкачать, то мы спокойно выкачиваем. Сложная схема, но зато как бы работает. Что касательно вот этой части, здесь нужно еще думать. По идее, здесь надо уже кубы заделывать и все заваривать. Вот, как-то так. И проверять вот эту, вот эту часть. Почему это? Потому что это, наверное, самая сложная часть. Потому что здесь-то все понятно. Эти фильтры будут вытаскивать какой-то отдельный газ в отдельную емкость. Все. С этим проблем нет. Единственное, только это настроить автоматику. А вот здесь проблемы есть. Точнее, есть вопросы. Пока что проблем нет. Есть только вопрос, как сегодня байда будет работать. Я хочу, чтобы она крутила еще вот эту штуку, чтобы сигнализировала, чтобы вот так отсюда зашла. Ага, у нас генератор работает. Прикольненько будет. Как-то вот так вот, ребята, у нас стройка идет. Вот такая вот у нас обзорная серия получилась. Мало строили, но все равно что-то там поделали. В следующей серии, наверное, будем делать две вещи. Либо займемся верхней части и как раз туда настраивать автоматизацию, все кнопочки и так далее. Либо будем тестировать. Я бы, наверное, сначала настроил кнопочки, а потом уже тестировал. Вот. Это первое. А потом, когда сделаем вот эту штуку, будем заниматься уже производственной частью, и здесь у нас будет, ну, либо для теста вообще печку сюда напрямую подключим и загоним пару газов, посмотрим, как оно тут что работает с учетом кнопочек автоматизации. А потом уже будем строить там цех. Как-то примерно так. Все, до новых встреч, до новых серий. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok